Всего, что связано с продлением человеческой жизни, причем точно сразу надо отметить, на Западе, потому что в нашей стране, по-моему, она сокращается продолжительной жизни. И как у мужчин, так и у женщин. За исключением очень узкого класса самых богатых, кто могут себе позволить как-либо вообще просто следить за здоровьем, в отличие от основной массы. Поэтому эта проблема скорее Запада, чем наша. Этическая точка зрения. С точки зрения человечности, конечно, все правильно. Надо развивать это направление в медицине, надо искать варианты, надо помогать людям выживать. Вопрос в другом. Есть, естественно, надбор. Вещь очень крамольная и страшная, но есть логика. Природа убирала слабых через болезни и смерть. Таким образом образовался некий генофонд, да, нации. Вообще всего человечества. Выживали сильнейшие, которые порождали сильных. С развитием медицины, это парадокс, мы начинаем позволять выживать более слабым, пусть меня никто не обвиняет ни в каких призывах, но это просто объективная величина. Таким образом мы сами размываем генофонд, мы сами ослабляем потенциальное человечество. Это самая, наверное, большая проблема, которая встанет перед людьми, наверное, там, я не знаю, лет через 20, если очень быстро будут вызываться технологии, или, может быть, через 100, если медленно. Потому что когда-нибудь надо будет принять решение, что делать дальше. Возможно, придумают способы увеличения жизни или вообще там бессмертия. И что тогда? То есть мы на самом деле нарушаем закон природы таким образом. Но, конечно, с точки зрения человечества, если твои родные, близкие, или просто люди, которые тебе дорогие, уходят, ты хочешь им помочь. И слава богу, если ты можешь продлить их жизнь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!